Выставку работ детей с аутизмом организовал Староскольский художественный музей. Кроме того, для юных художников организовали несколько мастер-классов и сказочную фотозону. Работа Никиты Коршикова как огромный пазл. Каждый лист – часть единой картины. Арктический подводный город. Очень интересно вам. Под водой можно построить город. Сюда боровую, большую вышку, танкеры, АТН, связи, волны со спутника. Со своей страстью конструкторства Никита даже за сладким столом построил замок из печенья, мармелада и леденцов. Авторов на выставке оказалось всего 9 человек, а вот участников праздника значительно больше. Художественный музей уже во второй раз реализует проект совместно с обществом мам детей-инвалидов. Наверное, все дети любят рисовать. И у кого-то это больше творческие работы, у кого-то видно, что работы сделаны совместно с их родителями. Но и те, и другие заслуживают внимания. И, знаете, среди некоторых участников выставки нашего вернисажа есть совершенно уникальные работы. Рисовали пластилином, фломастерами, карандашами, гуашью и акварелью. За каждым столом отдельный мастер-класс. Сегодня мы делаем с детьми мир ярче, мир интереснее. У нас на пороге весна, да? Скоро у нас распустятся первые цветочки, появятся первые ласточки. И у детей должно быть прекрасное настроение. Талант и аутизм – зачастую слова-синонимы. Эти дети дважды особенные. Компенсируется и какими-то отделами мозга, и вообще сфера восприятия восполняется действительно недостающая. Компенсируется теми, которые более рабочие, так скажем, зоны. У моего ребенка прослеживается музыкальность больше, даже чем у типичных детей. Когда у Алены Тимченко родился особенный малыш, об аутизме она не знала ничего. Совсем, абсолютно. Как каждая из этих родителей, она осталась один на один с пугающим диагнозом. И все равно родители, пока вот свой путь не пройдет, они вот все равно начинают искать сначала какие-то таблетки от аутизма. И потом только, ну как бы, вот этот вот период, наверное, принятия. Его все-таки каждый по-разному проходит. Кто-то быстрее, кто-то более медленнее. Мне до 8 лет говорили, что мой ребенок, ну куда, уже все, речевой аппарат до 5 лет формируется. Вот сейчас нам почти 9, и на последний год мы именно на прикладном анализе. И ребенок заговорил, ребенок научился обращаться, ребенок научил делать такие вещи, которых я, допустим, год назад. Я даже не то, что как бы не просила, когда мы начинали работать по прикладному анализу. Я даже не мечтала, честно. Общение со сверстниками вызывает определенные трудности, но спокойствие, терпение и понимание стирают все границы. Это такие же дети. Я всегда собираю из лего машины, самолеты, дома, чтобы все там друзья поместились. Рисовать особенно. Картины рисовать особенно, цепелогородскую особенно. Деревья, травку, еще небольшую трассу. В одном из залов музея организовали увлекательную сказочную фотозону. В этот необычный день каждый ребенок и взрослые могли сменить образы и улыбнуться друг другу. Всем веселиться! А на улице дружная компания зажгла синим. Выпустив в небо синие шары, старооскольцы присоединились к международной акции в поддержку людей с аутизмом. Анна Семенова, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.